Игорь Александрович, депутаты нынешнего созыва отказываются принимать поправки в закон о сокращении доплат к своим пенсиям. Не только к пенсиям депутатов Хурала, но и вообще к пенсиям ВИП-чиновников. Как вы относитесь к этой ситуации? Как я могу относиться? Конечно, у меня возникают такие чувства, связанные с такой колоссальной несправедливостью. Вокруг нас находится 240 тысяч пенсионеров. Это количество пенсионеров, находящихся в Республике Бурятия. Туда же входят и наши с вами родители, бабушки, дедушки, которые проработали всю свою жизнь на то, чтобы наша страна была процветающей и могучей, которой мы и гордимся все вместе. Естественно, выходя на пенсию, они получают пенсию базовую 8 тысяч. При достижении определенного пенсионного возраста пенсия немножко увеличивается. 8, 9, 10, 11, 12 тысяч. Это за все свои годы своего ударного, упорного труда. Можно даже сказать рабского. 40 лет минимум. Да. Это их вознаграждение за их тяжкий труд на благо Родины. А здесь, с другой стороны, бывшие чиновники, которым достаточно было проработать всего лишь один год в республиканской власти государственной. И тут же они получают доплату. Это не только... Это всего лишь доплата. Потому что они получают свою федеральную пенсию чиновничью и еще плюс доплату из республиканского бюджета. Создается впечатление, что мы сознательно содержим эту определенную верхушку, будем так сказать, даже не верхушку, определенную кучку людей, которую мы с вами должны всю жизнь содержать на собственном горбу. Давно пора нужно было сбросить уже ее со своей шеей. Депутаты Хурала, когда отказывались принимать эти поправки, они апеллировали к тому, что они не могут идти в разрез с федеральным законодательством. Вы, как бывший депутат предыдущих созывов, скажите, могли они пойти в разрез, могли они установить свои законы в республике? Никакого федерального законодательства на эту тему, его не существует. Существует закон республики Бурятия, который был принят в 2001 году, а доплатник так называемой трудовой пенсии определенной категории граждан, госслужащих, достигших пенсионного возраста, это собственное изобретение, которое было создано в 2001 году, и которое депутаты Хурала приняли на одной из сессий Народного Хурала для того, чтобы увековечить, узаконить содержание всех чиновничьих пенсионеров нашей республики, чтобы они сидели на нашей шее долгие годы, и мы их содержали за счет своих налогов и за счет республиканского бюджета. Почти все комитеты Народного Хурала отклонили принятие этой поправки. Есть ли у депутата возможность внести этот вопрос на голосование на сессии прямо? Если все комитеты отклонили рассмотрение этого законопроекта, то у депутата остается право попытаться заявить его на сессии. Согласитесь, что для того, чтобы этот закон был принят, нужно набрать больше половины депутатских голосов. 34 голоса нужно набрать из 66 депутатов. Естественно, если все комитеты отклонили, это говорит о том, что у Народного Хурала полное нежелание рассматривать и принимать подобный законопроект, который будет касаться отмены их доплат к чиновничьей пенсии. Поэтому все мы останемся с вами при своих интересах. Пенсионеры республики останутся со своими нищенскими пенсиями, а депутаты и все остальные бывшие госслужащие будут и дальше продолжать барствовать и сидеть на нашей шее. Спасибо, Игорь Александрович, за ваше мнение. Я напоминаю, что в гостях у нас был Игорь Бабков, депутат 3-го и 4-го созывов Народного Хурала. Полную версию этой беседы вы можете смотреть в программе «Актуальная тема» на АТВ и на сайте нашего канала. Мы продолжаем выпуск. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин